Итак, уважаемые господа, коллеги, представляю вашему вниманию видео обзор модели самолета И 153 чайка в 48 масштабе от компании ICM Итак, набор упакован, как обычно, для ICM Красочным бокс-артом, на сторонах которого в основном техническая информация, чуть-чуть боковичков Верхнюю крышку снимаю, под ней плотная коробка из белого картона Также с верхней крышкой Как видим, литники упакованы в прозрачные полиэтиленовые пакеты С клеящей поверхностью То есть сами пакеты запечатываются Прозрачный литник, как мы видим, упакован отдельно Итак, в коробке находятся литники серого цвета с самой моделью Один прозрачный литник с остеклением кабины Декаль с защитной бумагой Как мы видим, декаль синего цвета То есть там новый образец уже Декаль на четыре варианта самолета И как видим, присутствует приборная доска К этому вернемся более подробно Инструкция Коробку я пока убираю Инструкция выполнена методом полноцветной печати, как мы видим На первой странице на развороте Рисунок с бокс-арта Самолет с военги с Северного флота Авиация Северного флота, как мы видим Белый киль, защитная краска Здесь техническая информация на русском и английском языке Краткие тактико-технические характеристики Предупреждение о том, что нужно сделать перед сборкой легенда И используемые краски в палитре моделл мастера Цвета, как видим, подобрать довольно просто То есть, черный матовый, зеленый матовый Светло-голубой матовый, алюминий Сталь, оружейная сталь и тому подобное Далее, первый разворот Здесь, как мы видим Планы и нумерации летников Летник А1, А3 Это летники фюзеляжа Стоек шасси, подкосов, частичные детали кабины и подрубки Летник Б, как мы видим, подвесное вооружение С, прозрачный летник А2, это двигатель, крылья Дальше у нас пошла схема сборки Как мы видим В первой части инструкции Рассматривается сборка кабины Кабина представляет из себя Рамочную ферменную конструкцию Груни-спинка То есть, сюда оно довольно детализовано, так скажем Все очень подробненько Нижнее крыло Куда устанавливается кабина И Обе стороны фюзеляжа Кстати, вот достаточно неудобный момент То есть, руль направления Дан только на одной половине фюзеляжа Что, соответственно, скорее всего Приведет к щели вот в этом месте Которое будет чуть-чуть побольше Чем щель с другой стороны Как мы видим На боковины фюзеляжа Также приклеиваются некоторые детали кабины Это воздушные баллоны Кислородные баллоны Ну и, собственно, дверцы кабины Так, со сборкой С дальнейшей сборкой Также все понятно Установка центра Крыла На фюзеляж Кабина уже Установлена На крылья Установка крыльев и подкосов Сборка двигателя Двигатель, как мы видим Дан достаточно детализованно Детали А1 А3 Это патрубки К сожалению, к патрубкам Достаточно много претензий Тоненькие они через край То есть лучше всего их заменить Соответственно, отверстия в деталях А2-16 и А2-15 Стоит сделать чуть-чуть побольше Дальше Как мы видим Деталь А2-10 Это кок-винта Под вопросом То есть в данном случае Надо смотреть на фото прототипа Часть самолетов И-153 Имела кок-винта Часть нет Кроме того, стоит отметить Что На лобовине капота Имеется Отверстие для пулемётов ШКАС Два верхних Которые вот отмечены Красочка у нас Это Если я не ошибаюсь Ган-металл Но окрашиваются они В лобовину капота Это выходит Газоотводные трубки пулемётов И чуть ниже Тут два залитых Пластиком отверстия Их стоит рассверлить Так Дальше Установка стоек Шасси Щитков Шасси Ну, как мы видим Тут всё достаточно просто И незатейливо Задний костыль А2-33 Дан одной деталью То есть особой мороки С ним не будет Подвесное вооружение Как мы видим Здесь вполне себе Можно комбинировать Хотя вот деталь Б-4 И Эту же деталь На детали Б-1 Можно было заменить На фототравление Оперение в пластике Получается грубоватым Дальше собственно Показан Собранный самолёт То есть собранная модель Самолёта И схема растяжек Расчалок Каким образом И как они натягиваются То есть Этот момент Стоит продумать заранее Как, что, куда и зачем Дальше Варианты окраски В полноцветном Полноцветной печати И И 153 Истребительного Аэционного полка На Халкингол На август 39 39 Года То есть Стандартная Серебристо-серая Окраска С защитными Разводами Поверх Звёзды Как мы видим Позднего образца С чёрной окантовкой Но без Писаной окружности Далее И 153 15 Истребительного Полка Расположенного В Литве На июнь 41 Года Стандартная Серебристо-серая Окраска Красная Пилотка Звёзды Как мы видим Списанные окружностью Старого образца Тоже Как бы Особых проблем Не вызовет Я так думаю Единственный момент Металлические Элементы И полотно Стоит окрашивать Разными оттенками Так Картинка С бокс-арта 72 Сап Военно-воздушных сил Северного флота Военга 41-й год Сводный полк Получается У нас Стандартная Зелёная окраска Руль направления И киль Выкрашены В белый цвет Звёзды С отписанной Окружностью Ну и крайние Здесь уже Стандартная схема Камуфляжа 41-го года То есть Зелёный Базовый Чёрные Разводы Поверх него Ну и Голубой Низ Звёзды Как видим С чёрной Окантовкой Винт Окрашен В серебристый Цвет То есть Натуральный Алюминий Собственно Кока Винта Нет Варианте Подвески Видны Направляющие Реактивных Снарядов Ну и Как обычно Это тоже ВВС Балтийского Флота Кстати Стоит заметить Что подвесное Вооружение На чайках Встречалось Достаточно Часто В основном Чайки На А-41 Год Уже Потеряли Свою актуальность Как истребители И Чаще всего Использовались Уже Как истребители Бомбардировщики Декаль Как мы видим Четыре варианта То есть 28 красная 26 красная Шестерка красная 24 белая Декаль Нового образца Есть Панель Приборной доски И все Варианты Звезд Которые Применялись С 39 По 41 Год То есть Это звезды Со вписанной Окружностью Звезды Черная Окантовка И звезды Вообще Без Окантовки Проблем С такой Декадью Думаю Не будет Далее Давайте Посмотрим Летники Так Первый Летник С подвесным Вооружением Как мы Видим Проливка Довольно Четкая Следов Облоя Толкателей Либо Утяжин На внешней Поверхности Бомб РС Нету Как я понимаю Это ФАП 25 ФАП 50 И РС 82 С направляющими Далее Летники А1 И А2 Если не ошибаюсь По инструкции Это Фюзеляж Две стороны Части Шасси И части Кабины Подкосы И прочие Патрубки Как мы видим Несколько Тонковаты Достаточно Хорошо Хорошо Так Прошло Еще нет Я уберу Пока Передана Передан Произ Полотна Накладки Как мы видим Единственное Вот эта Накладочка Вызывает У нас Вопрос И Не только У нас Больше всего Претензий Именно к ней То есть Желательно Все-таки Сточить Кроме того Видно Вот эти Пенечки Это Гильза Извини Сбросы Пулеметов Шказ То есть Вот эти Отверстия Лучше всего Все-таки Рассверлить Дальше Бруниск Микоседение Как мы Видим До нас Накладной Подушечкой Собственно Интерьер Кабины На фюзеляже Дан Довольно Простенько Как мы Видим Если Здесь Соединить То Тут Скорее Всего Щель Будет Несколько Больше Чем С Этой Стороны Ну И Собственно Сам Руль Направления У Чайки Был Более Сложной Формы Хотя Это В принципе Все Легко Устранимо И Поправимо Далее Основной Летник С Крыльями Верхнее Крыло Нижнее Крыло Здесь Как мы Видим Происк Полотна Дан Достаточно Хорошо Двигатель Также Пролит Неплохо Так Надеюсь Будет Видно Винт Также Дан Достаточно Неплохо Отсутствует Протектор На колесах Шасси Но при этом Щитки Шасси Даны Достаточно Хорошо Двигатель Как мы Видим Тоже Дан Достаточно Неплохо В общем Все Хорошо Прекрасная Маркиза Вот Наши Баллоны Также Вот Этот Момент Вызывает Вопросы В интернете У оригинала У чайки Ниша Шасси Несколько Более сложной Формы Поэтому Этот Вопрос Вызывает Некоторые Претензии Хотя Думаю Это Не столь Важно В нашем Случае Далее Капот Двигателя Как мы Видим Вот Они Газоотводные Трубки Пулеметов ШКАС Четыре Штуки Их Стоит Рассверлить Собственно Как и Воздухозаборник Вот Эти Отверстия Так же Стоит Чуть Увеличить Так как Это Выход Патрубков Патрубки В этой Модели Несколько Уменьшены Так скажем В остальном Расшивка Дана Превосходно Проис Полотна Прочее 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 Это Стенки Кабины Это Фирменная Конструкция Достаточно Ажурно Толенько Пластик Как мы Видим Не особо Хрупкий В отличие От более Ранних Моделей Ну и Последний Это У нас Переплес Козырька Фонаря Хорошо Подвалю Мне Достану Угну Поле Видимости Так же Он Упакован В Самозапечатывающийся Пакет Пластик Достаточно Тонкий Я так Думаю Больших Проблем С ним Не будет Деталь Достаточно Простой Формы Для Сохранности В принципе Хорошо Что она Находится В такой Некоторой Рамочке На этом Обзор На самолет И-153 Чайка Я думаю Будем считать Закончено Основные Недостатки Мы Рассмотрели Как Основные Его Преимущества Тем более Учитывая Просто Огромное Количество Моделей И-153 В интернете То есть В данном Случае Выбор Небогатый Альтернативой Модели i7 Может Послужить Только Модель Фирмы АМГ Мохнатых Годов Выпуска В ЛНД Косяков Там примерно Столько Если не Больше Но А стоимость В несколько Раз Выше Что Не очень Приятно На этом Все Уважаемые Зрители